Школа номер 13 в микрорайоне Бахчеванджи была построена еще в 1976 году. Во многих кабинетах учебного заведения окна с тех пор не менялись. За 44 года они пришли в негодное состояние, образовали щели. Из-за этого зимой в классах сохраняется некомфортная температура. Чтобы решить проблему, руководство школы приняло решение поучаствовать в новом совместном проекте Московской областной думы и правительства Московской области «Инициативное бюджетирование». В осенне-зимний период очень холодно, поэтому нам бы хотелось, чтобы поменяли окна. Поэтому, услышав про «Инициативное бюджетирование» со стороны Московской областной думы, мы обратились с данным проектом, чтобы у нас были заменены оконные блоки учебных кабинетов. Программа «Инициативное бюджетирование» позволяет жителям принимать участие в решении вопросов местного значения. Граждане самостоятельно обозначают, какие в городе существуют проблемы, по возможности участвуют в софинансировании проектов, контролируют расходы средств, а также качество исполнения работ. Любой гражданин может либо самостоятельно создать проект, либо организовать для этого инициативную группу. В этом году в списке заявленных проектов школа номер 13 набрала наибольшее количество голосов, а это значит, что совсем скоро в образовательном учреждении будут новые окна. Из 176 заменят 76, пока лишь в учебных кабинетах. Финансирование проектов предусматривает сразу несколько источников. «Это программа софинансирования. Софинансирование из федерального уровня, с областного уровня, с местного уровня и инициативы жителей. То есть софинансирование и от инициативной группы. И проценты могут быть различные». Главным плюсом проекта «Инициативное бюджетирование» является возможность для жителей проголосовать за то, что для них действительно важно и интересно. «Когда они узнают, что можно что-то сделать для школы, для того, чтобы их же детям стало лучше, стало интереснее, конечно, они выступают очень активно и очень результативно. А само по себе школа, конечно, 50-летие скоро будет, как без ремонта находилось. Это проблема, которую надо решать». Стоит отметить, что конкурс проектов инициативного бюджетирования предполагает два этапа – муниципальный и областной. Голосование осуществляется на портале Добродел. Каждый пользователь может проголосовать за неограниченное количество проектов.